Главный вопрос, по которому мы с вами договаривались, это дополнительные меры по укреплению роли прокуратуры в Беларуси. В обеспечении законности, правопорядка я не стану напоминать о том, какое место прокуратура занимает и должна занимать в нашем государстве. Скажу откровенно, я больше на вас рассчитываю, что в период вашей работы все-таки прокуратура займет достойное место в системе органов власти у нас. Второй вопрос, нюансы. Я понимаю, что расследование только приобрело такие масштабы нужные. Геноцид советских людей на территории Беларуси. Эта тема не просто должна звучать, мы должны в конце концов, наше поколение должно показать, что происходило в середине прошлого века, в годы Великой Отечественной войны. Понятно, что замалчивали, больше здесь было политики, никто об этом не хотел говорить, но погибли миллионы людей. У этих миллионов людей живы, слава богу, здоровые родственники, и они хотят знать правду. Вообще весь мир должен знать правду, что происходило, особенно вот в этой ситуации, во время этой гибридной войны, которую они против нас развязали. Вот совсем недавно разумный человек сказал, что «майн камф» в настоящее время остается актуальной. То есть как были они нацистами, так они остались только формы, совершенно другие формы. Притом негодяи, например, Литвы видно, они нас душат и требуют от нас, чтобы на последнем вздохе, так сказать, образно говоря, мы их защищали. Поэтому нам успокаиваться ни в коем случае нельзя, и спасибо вам, что вы взяли эту тему для рассмотрения, и я получаю информацию, ваши ребята работают. Если нужна помощь, вы говорите. Очень кратко ваше впечатление о борьбе с преступностью, на что нам надо обратить внимание. Ну, понятно, цифровая это преступность, это просто беда. Но тут люди должны ухо во строй держать. Не надо вестись на разного рода предложения, особенно люди старшего поколения. Ну, в конце концов, пускай бы это уже молодежь, которые не отрываются от этого телефона. Но старики, старшее поколение, куда вы лезете? Зачем вы ведетесь на их предложение, отдавая свои деньги? Никто ничего просто так не даст. Ну, тем не менее, наша обязанность защитить этих людей. Это понятно. Что еще настораживает? Какова ситуация спустя год после этих очумелых, которые близклик хотели совершить в прошлом году? Ваше просто впечатление в этом плане. Ну, и ряд вопросов, которые на контроле у президента. И мы договаривались с вами, ряд уголовных дел, которые вы ведете непосредственно. Пишите с криминогенной обстановки, говорите, товарищ президент. Она находится под контролем правоохранительных органов. Следует отметить ряд положительных тенденций. В первом полугодии произошло снижение убийств на 5%, разбоев на 6%, тяжкие телесные повреждения на 11%. То есть тяжелые вниз? Идут вниз, да. Изнасилований почти на 20% стало меньше. Да и в целом потерпевших от преступных посягательств в первом полугодии по сравнению с аналогичным периодом прошлого года стало меньше почти на 14%. Мы принимаем активно меры вместе с нашими коллегами из МВД, других правоохранительственных органов к активизации их работы. Говоря простым языком, ориентируем на то, чтобы они начали работать с учетом стабилизации обстановки в стране в нормальном режиме, как это было до августа прошлого года.